чтобы у тебя был полностью разворот и найти вставание хорошо если тяжело, то отдайте иногда далеко, иногда близко всегда траектория должна быть одинаковой еще важный момент после разворота вы должны отказываться немножечко на зубчики сейчас Настя делает и отдает широкую то есть у нас паперовка вот такая вот невозможная просто ну вот так хорошо животик подобрал молодец теперь сделаем то же самое, только с руками наверх хорошо делай активней у нас нету столько лет хорошо я не понимаю, что сейчас было да давай мы сейчас про это забудем пределы классические хорошо активней руку и заворачивайся то есть плечи, да, вот сейчас хорошо активней, активней заворачивайся, полуоборот нужно сделать молодец сейчас хорошо будет активней наклончик наклончик небольшой должен быть при постановке ноги то есть если мы будем плечи отпускать вперед то у нас нога вылетит в круг а плечи на руку дальше я покажу еще упражнение которое будет помогать делать это наступание теперь еще пару раз перейдем дальше так, пошел молодец так, дальше дальше мы сделаем упражнение так же на лице, только теперь на ножке на левую ножку далее делаем упражнение для чего нужно это упражнение необходимо делать небольших количеств но нужно это учитывать когда мы делаем шаг на льду нога у нас стремится после разворота необходимо делать разворот так как нога разворачивается левая нога у нас стремится в центр соответственно, если плечи над ногой то они у нас вылетят и мы наступание должны делать наступание немножечко из круга мы стоим спиной спиной делаем шаг сюда хорошо теперь смотри мы не плечами вперед немножко даже назад самое главное хорошо это упражнение нам показывает то что у нас будет на льду то есть накатывая у нас нога стремится в центр это круга поэтому нам нужно тоже учитывать не улетать плечами старайся делать шаг на левую на левую нагрузка с резинку прям минимальная то есть у нас нет такой коноссальной нагрузки которая у нас будет так шаг мы делаем не вот сюда вот сюда из круга то есть ты понимаешь да? нас туда составляет двигаться в центр одну ногу а плечи вылетают то есть нам нужно делать шаг как бы преодолевать эту силу преодолевать то есть учитывать ее в зале уже то есть мы можем сделать большую огромную работу в зале не выходя на лед у нас в зале всегда достаточно нет давай шаг прям шаг шаг делаем как будто мы накатили туда шагаем хорошо хорошо только в каждом моменте развернуться и не забывай правые руки мы сейчас сделали огромную работу с руками и мы тебя расслаблены ничего не делаем хорошо еще больше теперь это очень актуально для тройного акции хорошо еще два раза делаем движение первое движение и соседу не сходим хорошо ножку правую расставляем здесь хорошо нет давай тоже важный момент очень слабо очень слабо это закрытие потому что в этот момент начальник расставить еще раз правое колено не может идти в длину оно должно заворачиваться вся нога заворачивается у каждого у каждого есть своя техника но идея вкручивания пока мы стоим на льду она никогда мы должны это учить хорошо делай шаг пытаемся загреть бедро свернуться в начале по ручке прижимаешь к себе то есть у тебя прыжок и начнется выцепить а должен выводить здесь хорошо следующим упражнением мы делаем на правую делаем наступание то есть спинами мы находимся в резине делаем наступание от резины делаем под прыжку и остаешься на лево хорошо не забывай про руки не забывай про руки они пошли вставай еще плечами хорошо не отдавай хорошо хорошо очень хорошо молодец тоже самое с руками наверху делаем прыжок и наверх поднимаем и оставляем молодец стараясь стараясь заворачиваю правую ножку хорошо хорошо не забывай если у нас большое будет натяжение резине в резине мы не сможем правильно делать упражнение наоборот помешает мы делаем в первую очередь правильно правильно научились начинаем чуть быстрее увеличивать скорость увеличивая скорость увеличивая скорость очень хорошо очень хорошо прыжок не сделай хорошо следующее упражнение мы сделаем на грудерогу это очень важно лицом кризисе делаем отдали ножку расслабили пяточкой и пяточкой чуть-чуть вот это высоко вот это низко нужно найти делаем так пассов 50 подряд и гораздо быстрее что мы здесь делаем мы преодолеваем с надобежной силой с надобежной силой то есть нарабатываем это уже в зале то есть мы преодолеваем и уже знакомы с этой силой хорошо теперь делаем так ну это она сейчас ты даже ты ерж который начинает так а да мяу да мяу да 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 Стараемся бедро не закрывать, то есть нам вначале, нам необходимо, ну давай очищите корни, да. Плечи начинаем разворачивать, и дальше у нас движение лены, мы не остаемся, мы сейчас не только подъем, но и небольшой разворот. Давайте попробуем чуть-чуть небольшой, хотя бы примитировать вставание. Высоку, конечно, не будем внимания, когда делаем прыжки, стараемся на спиртной форме, видно, немножечко, чуть-чуть закрываем, то есть ее резина начинает закручивать обратно, мы должны преодолеть усилу. То есть смотри, вот здесь, вот здесь вот, что нога закрыта, это нормально, а вот здесь, если она будет закрыта, то есть из этого положения нам нужно чуть-чуть начать разворот. То есть на правой ноге небольшой разворот делаем, посмотрим между правой. Вот это движение, на правой ноге. О, хорошо. Хорошо. Высоку, понимаешь, что включается. Мы сейчас на руки не обращаем внимания, только на ноги, сколько? 10, 15, 15, да. Стараемся пяточкой это сделать, пяточкой, то есть у нас свернуться еще больше, еще больше. Закрепно вся такое, в положении, так не будет, чтобы разворачиваться. Видно? Смотри, ты делаешь у меня вот такое движение, ничего оно не понятно, а я тебе прошу сделать вот это движение. То есть умеренно, невысоко колено, недалеко нога. Хорошо? И разворот плечи. Разворот плечи. Я подам. Можешь руками себе помогать, то есть кластью себя, это движение. Хорошо. Это больше для футболевого луца. Чтобы сделать какую-нибудь подготовку к виндегу, достаточно будет просто движение блесного сморода. Потому что показания. Хорошо. Хорошо. Перемен. Хорошо. Оставься. То есть я. Нет. Потом дальше движение. Это необходимо развернуть левую лову. И это. Парклак. Парклак. Так, давайте сделаем следующий вопрос. А как я тебе дам, а? Делаем два прыжка, два прыжка в туалет. Делаем два прыжка. Дальше оттенок. Может, она вынесет дальше. А вот я тебе подписала. Хорошо. Нет, тоже. Просто я решила написать. Выше, чтобы у тебя было время, чтобы повысить. Очень долго выносит ногу. То есть приземлилась, потом его вынесла. А мы уже упали. Поздно. Все. Активно. Активно. Нет. Вот здесь задерживаемся ножку. Выноси. Выноси. Быстрее. Быстрее. Хорошо. Это левица. А мне выборида. Потому что только показания воды. Хорошо. Два радости. Дальше. Тоже упражнение на выезд. Только мы теперь станем. Тянусь на галузу. Перешение. Продолжение сюда. Мы будем делать. Мы будем делать то, что она перекручивает воды. То есть приобретение перекрута. Делаем то же самое. Выезд. Продолжение следует. Продолжение следует. Вот тебя разворачивает. Разворачивает. Здесь крупировка очень тяжелая. Здесь можно просто с ног подпрыгнуть. Да. И нас разворачивают. Это вполне возможно. Когда мы делаем перебитки небольшие. Мы стараемся. Причами. Причами остановимся. Скорость вращения. Ножку мы дотягиваем. Не позорим. Обращаю внимание. С больными коленями это упражнение. Нет необходимости делать. Потому что будет очень здорово. Все очень полезно. У нас там присутствует скручивание относительно внешней части ноги. Верхняя часть ноги, а нижняя остается. Поэтому очень аккуратно относится к коленям. По мере освоения этих упражнений мы можем увеличить количество. И делать уже не по 20 раз. А допустим 45 секунд, 15 секунд долгих. 45 секунд, 15 секунд долгих. Так делать подряд. То есть увеличить количество. Следующее упражнение сделаем на руке. То же самое на выезде. Первое упражнение. Подпрыжка на выезде. Когда поджог делаешь, почему-то не слышишь. Подпрыжка на выезде. Дальше у нас резина будет раскручивать в сторону продолжения вращения. Вы должны сопротивляться. Подальше отойди, чтобы тебе реально... Мамик тебя разворачивает. Вот. Хорошо. Еще можешь подальше отойти. Другой дорабатывает. Это важнейшее движение ноги здесь. Хорошо. Теперь делаем на левую руку и отворачивайте спиной. Также и на тирке. Перед паром. Очень долго выносит ногу. То есть вы присемлились. Относились доли секунды, чтобы сделать выезд. Человек... Перегонял. Скоро. Выезд. Активней делай. Активней. Некоторую долю секунды постой, чтобы тебя успело начать крутить, но ты преодолела. Удачный момент. Молодец. Хорошо. Также это упражнение можно сделать на статике. То есть встать, выезд. И предыдущее упражнение тоже. Встать, выезд. Хорошо. Начинать можно с 20 секунд. И то же самое упражнение можно делать с небольшими подпрыжками. У нас очень хорошо мягкий пол. Что дает возможность еще потренировать компенсацию вот этого вот мягкого пола. Что тренирует курсы компенсирующие на выезд. То есть для девочек и мальчиков это очень важно. Очень важно. Что делать еще раз? Носик подтяни. Носик подтяни. Обращаю внимание. На выезде нельзя заворачивать колено внутрь. Потому что это, во-первых, опасно для коленей. Во-вторых, неправильно. Чуть дороже. Более естественное положение колен. Хорошо. Коленочек, наружу, 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 наружу. Мы делаем лучше себя. Они их уже не против, свои колени, не существуют. Так, с вами был Наталья Крисулацкая и Анастасия Гулькова. Спасибо. Смотрите нас на эскейки. Смотрите нас на эскейки. Смотрите нас на эскейки. Идема. Спасибо.